Мы находимся сейчас в управлении дизайна и архитектуры. Это, если хотите, какая-то творческая лаборатория, где происходят самые разные процессы, касающиеся разработки различных дизайнерских проектов компании. Транспорт, так сказать, необычный. Это не автомобиль, который уже имеет точную морфологию, что мы знаем, там будет двигатель, там будет шасси. Поскольку все делается с нуля, то невозможно сразу полностью написать техническое задание, которое исполнив, мы получим готовый транспорт. Наш отдел предлагает в каких-то проектах более интересные решения по свету, по эргономике, по материалу, по взаимодействию всех вот этих элементов. Это, конечно, достаточно уникальный случай для вот таких вот дизайнерских бюро, когда в одной обойме сосредоточены специалисты разных направлений. То есть тут тебе и графический дизайн, и полиграфический дизайн, и концептуальный дизайн, и 3D дизайн, и технический дизайн. И, в общем-то, все-все-все. Тут трудно что-то еще себе представить, чем наши специалисты не занимались бы. Самый лучший дизайн, по моему мнению, это тот дизайн, который, когда ты приобретаешь объект и обнаружишь в нем функции, о которых ты не знал, за которые ты не платил. На данный момент ведется разработка, так сказать, пассажирских модулей для Unicom. Есть направление 2, это подвесной и навесной, и на базе его мы занимаемся разработкой пассажирских модулей, чтобы можно было этот раз использовать не только для перевозки грузов, контейнеров, но и также пассажиров. Мы здесь видим переработанный Unicom. На базе него установлен пассажирский модуль. Мы можем видеть там пассажиров уже. Это обязательно внедрять человека в среду, которая разрабатывается, чтобы опираться на него параметры. В процессе мы видим, какие можно было бы использовать материалы, допустим. Концепт мобильного офиса на базе Unicom, он по сути транспорт. Но мы в транспорт вводили, допустим, элементы дерева. Оно выступает как и декор, так и функциональные жалюзи, как выступает. Покуда ты не начнешь над этим работать, тебе как бы это банально, но это не приходит в голову. Разрабатывать такие вещи можно очень-очень долго. Но мы прекрасно знаем, что время – это такой же ресурс, как и деньги. Поэтому даже если бы нам хотелось это делать долгими годами, мы прекрасно отдаем себе отчет, что мы, как профессионалы, должны еще и вложиться в какие-то временные рамки. Тут отличие от того, что довольно-таки большой цикл разработки, длинный цикл. Если какая-то вещь, которая именно промышленный дизайн, а не транспорт берет, мышки какой-нибудь, то есть срок, жизненный цикл этого продукта именно в разработке может быть месяц-два. А то транспорт – это всегда год, два, три, четыре, в зависимости от сложности системы. Очень важно прожить этот момент, не перегореть, доработать до конца, потому что финал очень важен для дизайнера. Если мы не видим результата своей работы, то просто немножко сходим с ума и работать. Вот тогда становится интересно, когда ты уже видишь готовый объект, который там можно потрогать, в котором можно посидеть. Ну, это вот самое, как бы, классное. Здесь абсолютно новая отрасль. Нам некуда посмотреть, нам не с кого срисовать это все. Мы сами сталкиваемся с чем-то, сами находим какие-то пути решения, сами их предлагаем, сами их внедряем, сами их решаем, сами получаем результат. Мы пробиваем новую нишу, а это всегда очень сложно. Ну, и как в любом машиностроении, технический дизайн всегда упирается в конкретные параметры узлов, агрегатов. Мы, может быть, и хотели бы где-то сделать что-то вот так, но там, под этой обшивкой, должен быть какой-то сосредоточен какой-то узел, какая-то эти проводки, какой-то механизм. И мы уже должны менять эту форму. И точно так же и конструкторская деятельность, она тоже предусматривает вот эти изменения. То есть, может быть, этот узел грамотнее поставить, это непрерывный процесс. И это взаимодействие, которое происходит между техническими дизайнерами и конструкторами, это тоже как музыка.